Всем доброе утро! Ладзевская, 12 сентября, 8 часов утра. Я залез, бог знает куда, встречать поезд. Вообще, цель была показать вам перекресток, но гляжу локомотивчик, что-то тянет. Едет очень медленно, такое впечатление, что это все-таки какой-то товарный поезд. Не пассажирский, но может быть и пассажирский. Вагончиков много, бог его знает. Только что закончился дождик, дождик был такой непродолжительный, но был. Подмочил асфальт, а поезд все-таки пассажирский. Давайте вас впечатлием. Сейчас скажу какой, если успею прочитать. Нижний Новгород, что ли? Похоже, Нижний Новгород, если я не ошибаюсь. Вагончиков много, народ смотрит в окошке. Краем глаза успел заметить я. Ну а мы пока прервемся, вагоны считать не будем, хотя тут уже вон последний. А потом посмотрим на перекресток сверху. На перекрестке уже пробочки проводили в Сочи. Ну вот, когда я поднялся, пробочек уже нету. Ну были, были, честное слово, пробочки. В сторону Сочи. Ну вообще, сами понимаете, понедельник утро, все, кто в школу, кто в садик. Сейчас в Лазовской весьма проблематично. И припарковать свой автомобиль в районе школы я имею в виду особенно. Ну и покататься по поселку, так как все везут, все из ближайших населенных пунктов, школы, детвору на занятия. Солнышко появлялось, я видел его прямые лучики. Ну это было так, буквально несколько секундочек, скажем так. Ну все, наверное, для центра хватит. Пойдемте посмотрим, как там море. Говорят, вчера ближе к вечеру оно слегка-слегка заволновалось. Что сейчас? Мне пока неведомо. А температура воздуха плюс 22. В принципе, без футболочки, так как вполне комфортно. Ну, кто-то в футболочках, кто-то без. Я перестраховался в Олимпийке. Все, топаем к морю. И так, друзья, прогулялся через парк к морю. И что хочу вам сказать. В парке было пусто. Такое впечатление, что вообще все ушли на фронт. Все уехали. А вот на море все намного лучше. Обратите внимание, народ купается. Море идеальное. Я имею в виду не качество воды сейчас, а про шторм, волны. Никаких волн я не наблюдаю. Сейчас подойдем поближе, посмотрим, какова водичка. Галька мокрая. Да, смотрите. Дождик-то прошел. Дождик прошел. Спугнул всех, кто сидит дома. Дома идеальная. Смотрите. Каким оно было и вчера, и позавчера. Прозрачная-прозрачная водичка. В полнейшую штуку. Видите, нету никаких больших таких колебаний. Народ купается. Ну и я где-то не удивлюсь, что это дождик был какой-то пугательный. Ну, просто слегка народ испугал. В часиках семь так пролил слегка. Кто-то решил, что все. Пришла осень. И остался дома. Кто посмелее, тот уже плавает вовсю. Так что, друзья мои, на море очень даже хорошо. Ветра нет, тепло. Море, сами видите, чистое и спокойное. Плавать не то, что можно. Нужно. Нужно плавать. Я думаю, что через какой-то промежуток времени ветерок слегка разгонит вот эти вот облачка тучки. И выйдет солнышко. Да, может быть, оно и не выйдет. Может быть, пойдет еще один дождик. Все, может быть. Я тут как бы не зарекаюсь. Но по факту, именно сейчас вот 8 часов с копейками будем точны. 8-12. Погодка отличная. Тепло. И бананы вон растут между лежаков. Даже солнце пытается пробиться сейчас. Так что, не сомневаемся, если вы в Лазовском на море прям вперед-вперед-вперед купаться. Самое то, загорать. Да тоже будете загорать через часик. 100%. 100%. Владимир на месте. Голуби тоже. Михаил тоже. Вижу красный лазик. Так что, все отлично, ребят. Отлично. Кто-то он уже занял себе местечко по ценцам. Ну все. На этом наверняка можно, то есть уже можно заканчивать. Это так достаточно длинный для утреннего ролика. Овечьем будут танцы. Вот тут вот прям. Вот рубан натирает уазик. Сейчас будет блястеть. Все, ждем вас. Всем доброе утро. Доброе утро всем. Привет, привет. Доброе утро. Вот, помашите ручкой в Москве. О, спасибо. А мы Челябинску помажем. А почему именно Челябинску? Вы-то уже полстраны прокатили уже наверняка. Конечно, мы почти всю страну прокатили. И всем привет. Все, вот, всем, всем. Полностью. Все, теперь точно всем доброе утро. Видите, как полируют с утраца? Да. В оттопе, в оттопе. Всем доброе утро.